Если я сейчас спрыгну, я надеваю. Да нет, решил просто погреться у костра. Так-так-так, сейчас поглядим. Всем сталкерам здорово, с вами Лепас и мы продолжаем играть в этот замечательный мод День одиночки и Бар 092. Тут, кстати, очень классно сделали бар на кордоне в деревне новичков. И мы сейчас его оценим. Целиком, полностью. Хаюшки! Так, это у нас типа азота. Да, это у нас целый азот. Работа наверняка скажет про инструменты. Да, есть нужные инструменты. Ну, конечно же инструменты. Нахер мне это надо. Тут самый теплый квест, который может придумать. Не знаю, он такой скучный, что его пихают просто везде, куда попало. Так, вот табакан починить стоит. Ну, это все починить, нам пригодится. Так, что можно спиздить? Ничего. Так, ну тут ничего вообще абсолютно нету. Мастерская. Запомнили. Блин, у нее такой путь долгий к этой мастерской. Так, что у нас здесь? Здесь у нас спят люди. 39 килограмм. Так, вот это можно оставить пока что. Чуть-чуть оставим тоже. Вот у нас аптечек что мало. Дет, вектор. Не, этот продадим сейчас. Слушай, а ты у нас кто? Если нужно, что? Спрашиваю в главном. Понятно. Так, а вот у нас сам бар, где пацаны почему-то сидят на полу, а не за столом с мостами. Странно, конечно. Прям тебе древнегреческая трагедия. Живая душа в царстве смерти. Здорово, лысый. А ты, кстати, меня почему медика не вижу на карте. Странно. Так, ну, тут продать ему детектор не получается, к сожалению. Ну, иди с Богом. Удачи тебе в твоих делах. Чего, интересно, Дмитрий? Ну, ладно, ребёнки, как это вообще скучно. Что-то вообще никого нету, очень все тихо. Наверное, все находятся на прогулке. Выгуливают своих единочек. Как это называют? Тихо пацанов. Так, погнали, он сразу сюда. Поедим обязательно. Мы будем говорить. Жаккарда он довольно красивый, интересный. Он переделает. Дуже кардинально. Вот болото, жаккарда переделает. Аномальная, кстати, из этого Чечень-чурнобля. Точнее, этот чистого нефта, он не-нет Чечень-чурнобля. Это больше похоже на... Ваг, радиация, по-моему. Из Лост-Альфа. Вокации. Так. Ну, а инструменты искать мы не будем, это скучно. Сразу гвоздь на Тваль. На Эрларку тоже мы не будем искать. Если попадется, то попадется. Еще, блин, я в подсезонье буду искать Эрларку. Как будто вверх. Так, сталкер, подойди ко мне в бар, есть разговор. Если я сейчас спрыгну, я надеваю. Да нет, решил просто погреться у костра. Ничего. Так быстрее, безопаснее. Где-то крыса. Это наемы. Ухера себе, интересно. Так, ну, по сути, здесь наемники, сталкеры, бандиты и кто-то еще. Пять радиации. Так, где моя бандиада? Закуски. Как же без этого? Там у нас почти выйдем все военные уже, потому что-то я не замечаю. Бывает. Здорово. Хочешь знать правду? Здорово. Что звал? Слушай, у нас тут на кордоне сталкеры, которые идут дальше уже до моста пропадали. Не мог бы это помочь в поисках причины. У меня своих дел хватает. Пойми, у нас одни новички, а опытных нет. А территория, которая дальше моста, нам очень нужна. Это единственный путь на свалку. Считай, что хорошее дело сделаешь. Ладно, посмотрим, что у вас тут творится. За это огромное спасибо. Но знаю, спасибо в карман не положишь, поэтому после завершения благодарю очень хорошо. Сейчас зайди к астроному. Это сталкер на ЗАЖД. Он возглавляет лагерь на обувшении свиноферме и тебе даст всю информацию, которую имеет. Бывает. Так, водяра забираю. Ну и иди с богом. Удачи тебе в твоих делах. И ты не сдохни. О. Халява. Нормально. Спиздили ему. Такого фига, кстати. Так, давай что-то проапгрейдим. У нас где-нибудь есть? А, привет! А, привет! Нет у нас ничего такого, чтобы можно было продать кому-то и купить какие-то стволов навороченные. Все, что имеется, вот сейчас будем улучшать. Так, ну броня, вот, чем защита. Да и все. Что это у нас? Компатика. Ну, броня, вот. Ну, броня, вот. Привет! Меня к тебе Лысина направил. Сказал, что ты меня введешь в курс дела по поводу пропавших сталкеров. Да, спасибо! Спасибо, что решил нам помочь. А то у нас тут все боятся лагерь покидать. Короче, я видел пару разрушенных зданий, которые напротив нашего лагеря. Так вот. Все те, кто пропали, останавливались там. Я считаю, что там есть какой-то мутант. Думаю, стоит проверить. Понял, сейчас схожу. Блин, вот это... Кто так учил человека писать спасибо? Спасибо! Ну, погоди! Да, просто... Ну, недалеко это хорошо. Когда мы там-то убили, теперь ты там украинцы. Я прям охотник на мутантах. Так, это хорошо. Птички надо. Блин, настолько классная тема. Все. Так, давай возьмем срабовик и спуститься в подвал. Тут еще подвал есть. Так, давай подвесить на чердак справа. Так, хорошо. Оба-на! Нашел инструмент. Надо же. Вот и счастливилось. Так, что это за грибы? Видит, контролер. Что-то вообще похуй было на меня. Ну, он что-то шел-шел, да не нашел. Ух ты, блин. Вот это здесь красиво. Из метро добавить, да, локацию. Частенько. Классно. Что-то классно. Игры будут уже связаться. Правда, не так ярко, но они еще. Ух ты. Не, ну классно, классно. Жалко, тут только ради одного контролера, по сути, сделали локацию и все. Кусочек. Не там походить, еще не пострелять с кем-то. Но красиво, очень красиво. Да, я бы смотрел бы и смотрел. Очень круто. Так, ну все. Двигаемся обратно к странам. Сдаем ему квест, делаем обратно к куэсу. А что он там в болоте, все-то себе. Покадать. Так, из-за лопавной уже. Давай быстрее. Что ты постоянно встаешь? На, поешь. Так, дело сделано, там был контролер. О, так, как будешь на болоте, подойди к влоговому танту и с разговором. Блин. О да. За это огромное спасибо. Тебе награды лично от меня в размере 2500 монет. И Луис, я просил передать тебе этот артефакт. А с вами выгодно работать. Так, что у нас за... Генерат, восстанавливающийся здоровье, радиация обозначена. Это артефакт не только обеспечивает тщадящий режим в области раны и других повреждений, но и многократно улучшает трое трофику. Ускоряет регенерация ткани, и это происходит за счет временной иммунной пристройки в организме и не требует дополнительной терапии радио. Удачи! Кхерово. Так, что у тебя поработать больше ничего нет? Окей. Все, по сути, бежим. В болото, походу. Так, ну сюда, походу, не надо. Блин, кто-то бегает туда-сюда. Кажется, мне кумарит. Сколько можно? Каждый раз. А, тут впереди можно, интересно. На есть можно. Блин, ну, свои дела я тут окончил. Пройдешь на болото? Не забывай, ты мне должен. У меня как раз работенка появилась. Слушай, нужно забрать один контейнер, координаты я скинул. И отдай этот контейнер наемникам. Что за на АТП? Без личных вопросов. Усек. Усек. Кидай координаты. Так, почему... Я думал, на болото сейчас проведешь. А сейчас мне надо будет обратно бежать. Теперь на АТП. Не понял. А, сперва нужно забрать контейнер, а потом уже отдать контейнер. Химороки тут у меня. Здорово, у меня просили передать этот контейнер. От кого? Сталкер бревно просил. А, бревно. Тогда давай скорее сюда. Молодец, можешь идти. Так. Это все, что ли? Какая-то херня, а не кость. Можете пули в лоб. Хороший шашлычок. Я не знаю, это бред какой-то. Постоянно, ну что взяли, пошли, отнесли. И на инструменты сраные выкинуть не можем теперь. И отдать их не можем. Надо только три штуки найти. Тогда можем сразу же сказать. На, держи. Я шел инструменты. Хоть бы как в оригинале сделали. Нормально, слышит ветер и вечер, и я спать хочу почему-то. Так. Теперь обратно идем в бревну. Обещаемся с ним и на болото. Мне кажется, мод скоро закончится. Он не такой прям супер длинный. Так, погоди туда. Ну что, на болото погнали. Ну что, все сделано, можем идти. Молодец, вот тебе еще прибавка пошли. Отлично, спасибо. Ну вот мы появились. Хорошо, как ты пошел и сразу сюда. Ну как обычно здесь. Куча трупов зомбаков. Тут пацаны разделись, что загорают. Там наоборот на кордоне есть место возле... Там не перевод между нас. Там дохерища плоти, просто трупов. Они умирают пока дает аномалии, либо не знаю, что-то еще. Так, с кем мне общаться-то? Свидимся. По-моему, мне надо было вообще бежать не туда. А-а-а. Так, медицинская помощь, там нет. Птечки, кстати. Ох, дотовелись. Блин, дорогой сваргак. Угу, турбольный. Переку продал. Не смею вас задерживать. Ой, ты куда? Не смею. Так, скорее всего, нам уговорил... А, да, тут же метка есть даже. Точно. Сейчас пойдем туда. Так, здорово. Попередение, я думаю, конечно, это голос, но ладно, кофе. 22 тысячи, это еще лучше. Я, правда, не знаю, зачем мне этот надо. Там вообще и продавать не надо, и удержать тоже нет. Нужен он мне. Так, ну что ж, тогда двигаем в ту сторону. А, ну здрасте. Я думал, что мутанты умеют присылать смс. И тебе не хворать, сталкер. Ты ведь хочешь меня убить, верно? Ну, по крайней мере, у меня есть задание такое. Ну, можешь, конечно, сделать дело. Только уверен ли ты, что поступишь правильно? Интересно ты, а что ты отряд положил, ничего не говорил? Мои старые друзья... Давай я тебе расскажу все. В общем, дело было все в 2008 году. Я тогда был человеком. Мы с небольшим отрядом отправились к центру и нашли способ обойти выжигатель. Пришли на ЧАЭС. В отряде был я, эти ребята, которые тут жат, и порох. Прозвали мы его, кстати, потому что он вечно сыпался. Ну, вернемся к истории. Когда мы пришли на станцию, я нашел один артефакт интересный такой. Он разговаривал со мной. Я вначале подумал, что у меня крыша едет. Но потом понял, что это артефакт. Он помог мне найти... Обойти сильный очаг радиации провел через несколько ловушек зоны. Разумеется, все это было не за просто так. Он просил убивать мутантов или других врежников. Там бандитов, которые ограбили сталкеров. Однажды убил сталкера, который из жадности подставил целый отряд. Мои друзья стали замечать это, что я разговариваю с артефактом. Я им все рассказал. Потом через некоторое время артефакт мне сказал, что мои друзья меня пытались подставить. Заплатили бандитам за мою смерть. Только мне повезло, и артефакт помог убить их. Потом я лично спросил про это у пороха. Все написал. Но по глазам было видно, что врет. Я сделал вид, что поверил. Мы отправились пройти за артефактами. Там они меня перестреляли в спину. Было больно, что эти уроды слоны, с которыми я через столько прошел, мне кинули. Ну, от пули побаливало, а артефакт меня воскресил, сделал мутантом. Теперь он во мне. Дает мне силу на убийство гречника. Знаешь, он хочет и твоей смерти. Так как за тобой есть небольшой грешок. Но если завалишь пороха, то дам тебе жизнь. Неплохой такой рассказ, только с чего я должен тебе верить. Палец с курка убери, все равно не победишь. А не поверишь, так распросил у пороха про сталкера блудный. По реакции поймешь все. Допустим, поверил. Ну, а как я это сделал, у меня же другие сталкера сразу убьют. Невелика потеря. Ладно, шучу. Сделай так, чтобы он покинул лагерь. Проведи его сюда и тут же убей. Хорошо. И какой черт. Слушаю тебя. Как там ты любила говорить? Мутант мертв. А, как ты это сделал? Где нашел его? Он спал в своем логове. Я помог ему уснуть на вечный сон. Может, вечным сном? Слушай, помощь твоя нужна. Помоги мне разделать мутанта. Хочу его ученым отнести, чтобы посмотрели его на конечности. Думаю, неплохо так поднять денег. А че других не попросишь? Так другие вдоль будут проситься. Да и ты опытный в разделке. Думаю, что в случае чего нож в спину не кинешь. Что-то как-то не тем тоном сказал про нож. Да это к чему? Как не так? Тебе показалось. В общем, меньше разговора, больше дела. Пошли. Прямо нужно согласиться. Я отвел порох на праздное место. Окей, че? А этот монстр убил его. Пусть я музыка на фоне. Типа, конец или че это такое? Мы разрешились в дальнейшую судьбу монстра, я не знаю. Да, это походу конец. Конец. И они ибо, ответьте мне. Опять, конец. Так, ну че там, будет че? Или нет, а нет, все. Ну что, вот и все. Конец моды день-диночки. Довольно прикольный, но, боже, сколько бегать дней? Это кошмар. Вот, хорошо, как иногда ты поживет. Ну а что можно сказать? Все, по сути. Здесь не особо много, че можно сказать. Типа, короткий мод, припеределанный кордон, там, ну и все. Все, наверное, все. Волок, пролерок. Ну и все. С вами был Лепас. До свидания. До встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok